По проекту МОЗ проложат в самом узком месте пролива, недалеко от порта Кавказ. В себе он соединит автомобильную и железную дороги. Такое решение поможет не только избежать больших пробок, но и сократить путь из Краснодарского края в Украину на 450 километров. Особое значение этот проект имеет для Кубани. Его реализация позволит серьезно модернизировать транспортную инфраструктуру региона, считают краевые власти. Перспективы развития дорожной сети Александр Ткачев накануне обсудил с депутатами законодательного собрания и специалистами Министерства архитектуры и дорожного хозяйства. Мы все-таки уже сегодня на пороге реализации этого огромного крупного транспортного проекта, который будет проходить как раз по косе этого зла. Наши краевые дорожные организации будут участвовать в этом. Огромные инвестиции в дорожную отрасль, которые будут измеряться десятками миллиардов. Мы бы, конечно, никогда бы такие проекты не потянули. Мы получаем совершенно новую дорожную сеть и федерального, и регионального значения. Я прошу вас проинформировать. На территории края будет поставлено 42 километра новых дорог первой категории. Это как раз подход со стороны Тузле на территории Темрюкского района. Дальше будут выделены субсидии на реконструкцию Темрюк-Краснодар-Кропоткина на подъезде к Темрюку и начало проектирования и строительства Краснодара-Бинс-Кабардинки. И будет обход города Краснодара со строительством моста в районе Елизаветки. Реализация этого масштабного проекта во многом разрешит транспортную ситуацию в кубанской столице. Новый обход Краснодара поможет разгрузить городские дороги. Особенно важно это во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Большинство автомагистралей проходит непосредственно через сам краевой центр, а еще один обходной путь даст возможность автомобилистам не заезжать в город. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.